Добрый день, друзья! С вами канал Стань Студентом. Сегодня мы обсудим тему, как сократить срок обучения. В рамках этой темы предлагаю обсудить три основных вопроса. Вопрос номер один. Кто имеет право сокращать срок обучения и на сколько его можно сократить? Вопрос номер два. Что нужно сделать для сокращения срока обучения? Вопрос номер три. Какова процедура сокращения срока обучения? Вообще, те, кто учились, получали первое высшее образование, особенно по очной форме, как правило, эти люди с теплотой в сердце вспоминают эти студенческие годы. Молодость, юность, много всего интересного, много друзей. Но бывает и вторая сторона медали, когда приходится совмещать и учебу, и работу, и, возможно, кормить уже семью свою. Поэтому в такие моменты хочется как можно скорее получить диплом о высшем образовании и быстрее его применить, чтобы у вас был рост карьерной лестницы, либо найти более высокооплачиваемую работу. Это очень интересный, важный вопрос. Вопрос номер один. Кто имеет право сокращать срок обучения и на сколько можно сократить? Есть три категории граждан, которые имеют на это право. Первая категория. Те, кто имеют диплом о среднем профессиональном образовании, они, как правило, могут сокращать срок обучения на целый год. Но есть нюансы. Если вы в колледже учились на автомеханика и поступаете в ВУЗ на бакалавриат тоже на родственное направление, связанное с ремонтом автомобилей, то, скорее всего, вам сократят срок обучения на целый год. Но опыт нашего проекта показывает, что если вы в колледже учились на автомеханика и поступаете в ВУЗ на направление юриспуденца, то, скорее всего, здесь срок обучения сократить не получится, так как совсем разные дисциплины, которые вы изучали в колледже и которые будете изучать в ВУЗе. Но, тем не менее, все равно такое заявление пишите, потому что, скорее всего, вам перезачтут какую-то часть дисциплин, и в сессию вам придется сдавать меньше дисциплины. Это тоже очень удобно. Вторая категория граждан – те, кто имеют диплом о первом высшем образовании. Они имеют право сокращать срок обучения тоже на год. Как правило, здесь проблем не возникает. Это самый простой способ для них, самый простой вариант. То есть здесь проблем тоже наш проект не встречал. Но бывают такие ситуации, когда можно еще сильнее сократить срок обучения за счет того, что вы поступите в магистратуру. В магистратуре можно освоить второе высшее образование, то есть это как вторая ступенька высшего образования, буквально за два года. Это очень удобно, здорово, и мы вам рекомендуем, конечно, поступать в магистратуру. Но, правда, бывают такие ситуации, когда нужно получить базовое высшее образование. В такой ситуации вам придется поступать на бакалавриат, и там уже сократить срок обучения можно не более, чем на год. Третья категория граждан – это те, кто имеют неполное высшее образование. Как правило, эти люди так и говорят, у меня не полная вышка, но, к сожалению, такого документа не существует. Как правило, на руках остается справка о периоде обучения. Это наиболее проблемная категория граждан, потому что здесь сложнее всего перезачесть какие-то дисциплины и сократить срок обучения. Почему? Если вы обучались в ВУЗе когда-то 10-20 лет назад, 15 лет назад, то, скорее всего, уже тех дисциплин, которые вы изучали, их может уже сейчас не быть в той программе, на которую вы поступаете. Поэтому вам здесь могут отказать. Но, тем не менее, если вы все-таки закончили ВУЗ, отчислились из ВУЗа и с момента отчисления прошло не более 5 лет, то, в принципе, вам легче всего будет восстановиться и завершить свое обучение в том учебном заведении, в котором мы обучались, если такое возможно. Если это невозможно, тогда заново поступайте на бюрокурс и пишите заявление о сокращении срока обучения. Друзья, если вам уже было полезно данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вопрос номер 2. Что нужно сделать для сокращения срока обучения? Для этого, после того, как вас зачислили на первый курс, нужно написать заявление и приложить документ о предыдущем образовании. Диплом о среднем профессиональном образовании, либо диплом о первом высшем образовании. Если вы поступали в ВУЗ с неполным высшим образованием, то вам к заявлению нужно приложить справку о периоде обучения. В ней, в этой справке, так же как и в дипломах о среднем профессиональном образовании, либо о высшем образовании, указано количество дисциплин, которые вы изучали, и количество часов, которые вы изучали каждую дисциплину. Их еще называют ЗЭТы. Вопрос номер 3. Какова процедура сокращения срока обучения? После того, как вы написали заявление, приложили необходимый комплект документов, примерно в течение 10 дней, в каждом учебном заведении это время может быть разное, то есть 10, 15, 20, может быть месяц, есть специальное положение, которое стоит почитать. Но, как правило, это примерно 10-20 дней. Вот в течение этого времени специальная дисциплина комиссия, в которую входит декан, заведующий кафедр, то есть представители направлений, они принимают решение, какие дисциплины вам можно сократить. Если таких дисциплин набирается более 10, то вы уже можете рассчитывать на сокращение срока обучения. Сократить могут на год, на полгода, даже если вам не сократят срок обучения, в любом случае перезачтут какие-то дисциплины. То есть значит, что сессию сдавать будет проще. После того, как аттестационная комиссия рассмотрит ваше заявление, вам дадут заключение аттестационной комиссии, в котором будет указано, какие дисциплины перезачесть и насколько сократить срок обучения. Если вы все правильно сделаете, то у вас обязательно будет возможность сократить срок обучения. Если вам было полезно данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...